и снова здравствуйте уважаемые телезрители с вами программа секретов вкуса российский я александр стуринский и у нас сегодня в гостях кандидат экономических наук вице-президент компании синергия ольга мягких здрасте ольга доброе утро вы готовить как любите не любите это десерт подчеркиваю это десерт десерт люблю десерты мы будем готовить по на коду и нам сегодня понадобится для нашего десерта напоминай мне про ингредиенты если я не поправляешь туда нас нужно будет 3 2 процента молоко нужно будет 35 процентные сливки печенье юбилейные ребята мне кажется это память из детства до печени классика любишь очень с молоком раньше с молоком это делали масле будет от стекла а так это сахар это соль это какой шоколад молочный не это у нас карамельный шоколад ребят а где можно купить это есть магазины для кондитеров и там это продается поэтому я думаю что здесь мы тоже можем это все в любом городе купить значит желатин план в пласт как правило в пластах до называть пластиночка желатин такой вот тоненький видите вижу как 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 стекло стекло к вот такой то ребят значит это у нас что это манго соус тоже говорят продается совершенно спокойно в магазинах вот прям ну ребят я думаю что здесь вопросов не будет у вас это как модное слово это филе манго вот раз в народе просто это нарезанная манго кусочку до вы можетеwierеб этом учится начинали с того что мы будем делать что мы будем делать мы будем делать баню баню в баню люблю отлично в деле буду я сегодня мы для этого берем два небольших таких сотейника значит включаем на что мы должны там помолить воды воды воду 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 из деловいます она водам воду наливаем вниз для того чтобы мы должны должны растопить желатин это желатин и мы должны сделать оль помогай потому что я честно говоря вот я думаю что надо организовать баню так давай баню вот баня баня зима не нужно здесь баню баня пошла мне кажется слышно слышу баню давайте дать сюда желатин и капельку сюда говорят нужно воде бы воды щуки добавить ну конечно кидай капельку то чтобы я так понимаю ой смотрите как это легко действительно он уже и плавится плавится и чуть чуть воды чуть-чуть вот так чуть-чуть мне кажется давайте отлично сюда вылить наше молоко наливаем молоко сливки ждем кипения ольга да это ваша сейчас компетенция вы должны сейчас замешать наш кармельный шоколад я вам задаю первый вопрос который у меня есть ольга раскрывать тему женского лидерства в чем успех женщин управленца эффективность женщин управленца знаете я уже себя чувствую эффективной женщины управленцем прямо сейчас потому что я одновременно управлять и венчиком управляя венчиком да вот шоколадной фабрикой тут готовим десерт канакота сегодня и одновременно думаю как ответить на ваш вопрос но не думаю знаю я думаю что секрет эффективности он в многозадачности и у женщины сознание устроено таким образом что она вот может одновременно воспитывать детей ухаживать за своей семьей иметь разнообразные хобби и при этом уже в мире признана а в россии процент женщин управленцев самый высокий в мире что женщины во-первых интуитивно эффективны они умеют только когда уверены на сто процентов в отличие от мужчин принимать правильные решения ну а мой личный секрет наверное эффективного управления в том что надо обязательно любить дело которым ты занимаешься вот я сейчас очень люблю помешивать я вот поняла что тут у нас вторая стадия процесса да я сейчас ольги в ее сотейник кладу желатин он чуть-чуть у нас надо вот там будет размешать потому что это зашли все желатин уже как загустите я теперь вы понимаете я расту рядом не просто не зря я из-за сферы образования скажите мне а я прям по секундочку это очень важно ведь физиологические собственно говоря что у женщин есть более некая более развитая мышление чем у мужчин и которые раскладываются по полочкам об этом речь идет об этом речь идет о том что мы принимаем когда мы принимаем управленческие решения мы думаем о безопасности то есть мы риски оценивте риски больше чем мужчины так точно мы иногда полагаемся на свою интуицию это немаловажный факт и конечно среди женщин огромное количество прекрасных сколько может можно я тебя перебью давай я буду параллельно еще господа нарезать вот у нас дащик я сейчас принесу да нарезать нашу нашу манго и банан а ты не будешь дальше рассказать одну чеку у нас очень много программ для женщин не только управленцев но и молодых мам и на самом деле быть мамой это очень сложная я тебя никогда в этом не пойму понимаешь да ну почему же я я папа поэтому ну я знаю что такое у меня дочки просто уже 15-18 лет пишет такое это жесть я ждал этого возраста когда мне начнется вот этот трэш вот я дождался и сейчас мне конечно я приду в синергию скажу что для молодых пап курсы надо сделать тоже я считаю что это прекрасная идея которая родилась у нас сегодня и для молодых тоже и для для всех пап для всех пап ну вот а вообще я хотела сегодня еще рассказать что для прекрасной половины человечества у нас есть такое замечательное мероприятие которое называется synergy woman forum я всех я думаю что нас смотрит большое количество женщин я вас всех приглашаю потому что это событие в котором принимает участие звезды кино спорта политики выдающиеся женщины только женщины туда приходят в основном да мужчин нет ну я не буду говорить что там прямо территории амазонок конечно же у нас вот представьте что было бы круто было бы круто что такое жизнь без мужчин это вот как соль у нас есть сахар да мне кажется все таки должны быть соль и сахар можно выбросить из рациона вообще без проблем поэтому я так понимаю такой тонкий намек хорошо ольга давайте я приду к банану расскажу еще чуть-чуть о своей работе я люблю поговорить когда мешаю венчиком а ты знаешь нам это нужно поставить на самом деле надо давайте вам помогу ты просто умничка а все отлично получается единственное это у меня газовая плита поэтому я все время ошибаюсь с настройками так вот эту кнопочку вот это побежали 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 так как ты нужна какую цифру к нам поставить шестерочка на и пойдем давай поставим для на 6 мне кажется на 6 иногда поглядывая на так вот синергии на сегодняшний день обучается 150 тысяч студентов и несмотря на всю сложность ситуации 89 стран представлены среди обучающихся на наших программах вот вот такая ну там же онлайн еще обучение у нас есть есть онлайн обучение можно эти буду перебивать попросил очень важно почему я пришел тоже я обусти все синергии и как бы знают обучение не понаслышке суши часто предлагают именно онлайн обучением не не заходит онлайн вообще никак не звонят постоянные синергии предлагают вот это есть это 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 вот как-то относится вот как вы считаете вы как его управленцы скажем этот большой а ты естественно как вице президент школы синергии и как кандидат экономических наук вот я не знаю если психологическое образование Как ты считаешь эффективность онлайн-обучения, насколько оно продуктивно, это онлайн-обучение? Многим не заходят. Вот у меня есть друзья, многим, как и мне, не заходят. Я абсолютно понимаю. Я тоже люблю очно, личное присутствие, контакт, задавать вопросы и так далее. При этом иногда ситуация, особенно в условиях пандемии, в предыдущие годы онлайн было, конечно, невероятным спасением. То есть мы разработали, это называется теперь Synergy Online, специальную такую базу знаний, где ты можешь и обучаться, и заходить в библиотеку предыдущих лекций спикеров-ораторов. Кстати, знаешь, панна-котта в Англии называется обычным пудингом, а вот итальянцы, они умеют привнести вот это вот свое панна-котта. Это называется вареные сливки, это то, что я мешаю сейчас. Я могу сказать, вообще итальянцы, я тебе честно, я обожаю Италию. Я, конечно, многие русские любят Италию, но чем я имею в виду, там даже бомжи в носочках и в платочках нам в вокзале на коробках спят. Да, то есть они даже бомжи модные. Вот этот вот вкус стиля, да, итальянцы мне никак не заменят. У них, знаешь, ангелы облизываются, мне кажется, вот. А мы тут гаджболим, ты видишь, поэзия, поэзия. Поэзия, пошла поэзия. Так вот, мы остановились на университете. У нас огромное количество факультетов. Это факультет экономики, есть спортивный факультет, есть факультет киберспорта, медицинский. Мы обучаем врачей. Есть факультет театрального искусства. Мы в соглашении с театральной студией школы МХАТ. Мне кажется, ты там играешь. Нет. Нет, почему? Ну, мне кажется, знаешь, вот как-то... Попробуй, давай на камеру попробуем, что-нибудь, видишь, у тебя прекрасно получается. Заплакать? Кстати, это искусство. Я согласен, это искусство. Итак, мы приготовили наш... Как правильно назвать, Оля? Подсказывай. Ну, такую вот фруктовую начинку для панакотт. Фруктовый рататуй. Давайте мы это... Рататуй, да. Хороший, красивый слово. Красиво придумали. Мне кажется, вот прям мы... Рататуй, отлично. Вот это у нас наш фирменный рататуй. Мы вот чуть отложили в сторонку. Вот это наш, как ты сказала, правильный итальянский... Они говорят, что это, когда ангел облизывается... Да. Это уже как облизи ангела, не знаю. Мы перемираем это в сотейник. Пока мы отправляем это на 6 часов в холодильник, мы вас познакомим с очередным рецептом от нашего бармена. Ольга и Александр будут дегустировать панакотт с кофе, а я для вас в это время приготовлю коктейль на основе кофе. Для этого нам понадобится охладить бокал и охлаждаем шейкер. Первым делом мы сварим свежесваренный кофе. Наш кофе готов, и нам надо его охладить. Пока наш кофе охлаждается, мы начнем собирать наш коктейль. Для этого нам понадобится водка с черной смородиной, шоколадный ликер и ликер с черной смородиной. К алкоголю мы добавляем охладившийся кофе и взбиваем наш коктейль. Украшаем наш коктейль кофейными зернами. Коктейль эспрессо-мартини версия 2.0 готов! И самый важный момент нашего приготовления – это сервировка блюда и потом дегустация. Что мы делаем? Мы кладем нашу рататуй, итальянский рататуй. Фруктовый рататуй. Мы кладем аккуратненько, выкладываем на тарелки. Ольга! Так, а я вот это выкладываю. Только после того, как я положу вот это? Да, я поняла. Я вот это, ты вот это. У меня, знаешь, есть очень интересная история. После ухода многих иностранных компаний с российского рынка… Начинается! Так! Ну а как? Конечно же, и мы в корпорации «Синергия» задумались о различных способах импортозамещения. Поскольку мы работаем с молодежью, со студентами. А студенты, ну уж так вышло, любят кока-колу. Так, я начинаю. Ооо, я в курсе, кстати. Ну-ка, ну-ка, рассказывай. Мы совсем забыли об этом. Да, я хотела… Я хотела рассказать об одной прекрасной идее, которая… Всегда вращен кола. Так нормально? Да, отлично, отлично. Я знал. Это, знаете, как сделали кока-колу, сделаем мы боинг. Так вот, вкус совершенно потрясающий. Группа специалистов провела слепые дегустации. Их было семь. И на седьмой мы наконец поняли, что вкус, который был изобретен, он лучше аналогов обычной кока-колы и пипси-колы. А, соответственно, по медицинским показаниям здоровья она даже… Ты шутишь. Да, выгоднее. Ребята, наконец-то мы пришли к тому, что Russian Cola, она будет показана врачами и по медицинским показателям. Ее надо будет пить, а не отвергать из своего рациона. Это какой-то, это прям космическая какая-то история. И ты знаешь, я думаю, что, в принципе, вот буквально день назад в стране праздновался день предпринимателей, предпринимательства. И мне кажется, что вот сейчас, дорогие друзья, у нас огромное поле возможностей вообще делать, мечтать и осуществлять совершенно грандиозные проекты. Оля, я же всегда говорю, хватит ныть, пора вставать и чего-то делать. И работать. Да-да, вот как мы, например, сегодня раз и сделали панакоту итальянскую. Заработайте себе на панакоту. Вот здесь, в России, сделали итальянскую панакоту. Подумаешь? Мы сейчас окончательно, чтобы это приготовить, добить эту историю в хорошем смысле, крошим на нее печенье юбилейное. Ребят, это наша, 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 наша традиция печенье юбилейное. Давай вместе. Давай. Вот так вот. Знаешь, в гольфе, который я очень люблю, я гольфом занимаюсь. Я не успела тебе задать, но видите. Ну я просто увидела вот этот процесс. Практически гольф. Практически гольф. Нет, просто очень классно. Там есть такое, знаешь, понятие одновременный старт. Это когда на 18 луночном поле все гольфисты стартуют одновременно. Вот мы с тобой практически начали раунд. Вот. А я вот чуть... Еще страшно. А это знаешь, это по вкусу, знаешь как? По вкусу. По вкусу. Крошим по вкусу. Вот вам нравится? А можно я тебе докрашу? Пожалуйста, докраши мне, пожалуйста. Вот. И украшу вот так вот еще. Пожалуйста. Как снег такой. Очень. Вот. Все. Отлично. Отлично. Кстати, да, вот этого не хватало. В гольфе есть такой прием пат называется. Пат? Да. Это то, чем заканчивается лунка. То есть, когда ты уже мяч забиваешь в лунку. Вот мы сейчас... Добиваешь, маленький расстаем. Да, да. То есть, этим заканчивается как бы... Ну, твой результат на лунке. Вот мы сейчас пати, я считаю. А это лунка? Да, это лунка. Мы добили его. Добили. Довели мячик, да? А как это? Довели или как это правильно? Нет, ну забить в лунку. Забить в лунку. Вот мы забили в лунку. Вот такая красота получается у нас с панакоттой. Вы можете, в принципе, это сделать, украсить по-другому. Что-то сверху еще положить. У нас получилось с Ольгой вот так. Очень мне нравится. Следующий наш, собственно говоря, этап – это пробовать, что же все из этого получилось. Поехали! 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 Настал самый важный момент в нашем творчестве. Это пробовать, а что же мы все-таки приготовим. И по традиции я напоминаю нашим зрителям и нашим друзьям и тех, кто приходит к нам в гости с нами готовить, что когда мы пробуем, мы говорим честно, что не получилось, что получилось, насколько это нравится, не нравится. То есть мы не говорим, вау, восхитительно. Да, если действительно круто, говорим так, как есть. Ну, то есть если что-то не хватает, мы говорим, ну, я бы чуть-чуть соли, сахара, чтобы добавить. И, естественно, у нас, конечно же, это итальянский десерт, и, конечно же, мы себя балуем маленькой чашкой эспрессо. Так вот, я очень хочу, чтобы ты начала эту дегустацию, и с тебя, собственно говоря, мы будем брать пример. Клянусь, говорить правду и только правду, да, пробую. Волнуюсь. Не волнуюсь. С рататуем беру. Пожалуйста. И с... Да, обязательно надо все вместе. Крошка из печенья юбилейного, рататуй и сама подокутываю. Знаешь, мне нравится? Очень вкусно. Я же, правда, клялась. Я надеюсь. Вот, я бы подавала охлажденной, чтобы она прям вот такая, знаешь, холодненькая, аж прям с... Когда выносишь вот из морозилочки, вот прям перед подачей чуть-чуть охладила. Да? Ну-ка, Саша, позвольте. Чтобы прям так вот в пар шел, как, знаешь, вот. Вот, ну-ка попробуй. Не хватает вот этой желеобразности понакотской, да? Да-да-да. Действительно, у нас, наверное, простите, у нас, наверное, чуть времени мало мы настояли непосредственно понакоту, поэтому она должна быть желеобразной, да, и охлажденной. В данном случае все очень вкусно, но не хватает, конечно, вот этой вот... Консистенции. Вот этой вот... Да. Вот этой вот... Ну, мы как технологи, которые скоро запустят Russian Colo, понимаешь, мы же должны Russian Pannacotto... Нам здесь не хватает, кстати, Russian Colo, понимаешь, да? Да. Вот здесь раз и раз, да? Всегда Russian Colo. Ой, спасибо огромное. Ребят, спасибо огромное, что нас смотрели. Ждите наши следующие передачи. Мы с вами. Спасибо. Всего доброго всем. Делайте понакот. Uno, 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 un momento. Uno, uno, uno sentimento. Я даже не помню. И Sacramento. Сакраменто, короче. Это нормально все было. Девушка, у меня этот мандраж, понимаешь, да? Понимаешь, 50 передач, и я первый раз так очкую. Ты можешь, Дедушка, ты можешь, да. Давай. Д ress Mo von. Подписывайтесь на наш канал, Станин. То, ты можешь, да.